А-а-а! Хаги-Ваги! Он здесь! Всё, ребят, он в игре! Я нашёл его! От первого лица Хаги-Ваги Это был понедельник, 29 ноября Уже три дня я живу дома в страхе Каждый день я боюсь, что за мной придёт монстр Хаги-Ваги И ночью тоже мне постоянно снятся кошмары А-а-а! Нет! Не надо! Отстань от меня! Зачем? Зачем ты охотишься за мной? Уйди из моего дома! А-а-а! Что? Это сон? Всего лишь сон! Слава богу! Как же достали каждый день эти кошмары! Я медленно встал с кровати Осмотрелся Стал проверять комнаты Теперь каждое утро я делаю это Чтобы при первых признаках монстра Сразу убежать из квартиры Вроде всё хорошо Молоко нигде не разлито Все вещи на своих местах Фух, всё нормально Я приготовил себе кофе Выпил На всякий случай налил в кружку молоко И поставил на стол Теперь всегда так делаю Если молоко будет отпито Значит Хаги-Ваги был здесь Я собрал вещи для учёбы Оделся Пошёл в школу Вот никогда бы не подумал Что скажу это Но мне сейчас очень нравится Ходить в школу Там спокойно Народу полно И здесь точно на меня не нападёт Этот трёхметровый монстр А дома ни мамы Ни сестры Вот уж не думал Что жить одному Будет так страшно Через шесть уроков Я медленно шёл домой Одному мне там находиться Совсем не хотелось Ну Миш Погнали со мной Вместе посидим В комп поиграем Может в фильм какой посмотрим Да ну Дэн Мне лучше домой сейчас пойду Это Мне мама там прикинь Подарила новую игру на плойку За пятёрку по контрольной По математике Хи-хи О Миш А у меня идея Давай сгоняем к тебе Возьмём плойку И ко мне поедем играть А? Круто я придумал Слушай Дэн Ты так и скажи Что просто дома один боишь сидеть Ничего я не боюсь Боишься? Тебе вообще Везде этот Хаги-Ваги Мерещится Хотя он уже Три дня не появлялся И вообще Знаешь что я думаю? Что? Что ты всё это придумал Никакого Хаги-Ваги У тебя никогда И не было дома Понятно? Всё Пока балабол Ой да и пошёл ты Сам балабол И вообще Я ничего не боюсь Даже Хаги-Ваги И он кстати Был у меня в квартире Я злой Быстро пошёл В сторону дома Больше я решил Не бояться Никаких монстров Тем более Может и правда Мне всё показалось А молоко я сам разлил Вот оно и растеклось Тогда по полу Думая об этом Я уже подходил К своему подъезду Неожиданно На меня Выскочил бомж Пацан Ты это видел? Ты видел? Это Успокойте Дядь бомж Чего у вас опять случилось-то? Там За второго этажа Только что Вон с того дома На меня Голова Синяя зуба Собоглядывала Вот такая Всё понятно С вами дядя Игорь Опять закусывать перестали А ещё Только обед Вообще-то Чего? Да я сегодня Вообще не пил А ну может немножко Вот А голова Точно была Такая Огромная Синяя Со здоровыми Зубами Конечно Конечно Дядь бомж Я вам верю Всё пока Балабул Стой Стой Пацан Это ещё Не все новости Слышал У блогера Бубного Дениса Открылся Свой Магазин Одежды Чего? Вы что несёте? Дядь Денис Мой друг Если бы он Открыл магазин Я бы уже знал Об этом Это я тебе Это Зуб даю Открылся Магазин Большой ассортимент Одежды Высшего качества И это Чистая правда Ребят Вы давно просили И мы сделали Мы открываем Наш собственный Магазин одежды Корявыйвлог.ру Огромный выбор Маек Толстовок Худи Свитшотов Лонгсливов И многого-многого Другого С нашим брендом Корявый влог Доставка По всему миру Любые способы Оплаты А в декабре Ещё Огромная скидка На все товары Целый месяц Это офигенный Повод Порадовать себя И своих родных И близких На новый год Новой одеждой Переходи по ссылке в описании Выбирай себе Трендовые Крутые шмотки В моём магазине Сделать себе приятно На новый год Напьёт с утра пораньше А потом ходит Соседям глюки Своей рассказывает Если бы я так пил Я бы вообще Динозавров видел Наверное С этими мыслями Я весело дошёл домой Всё Больше я ничего не боюсь Я смелый парень А то ещё будет Этот Мишка смеяться Друг ещё называется Чего? Молоко? О, а где молоко? Аааааааааааааааа Да ну нафиг Больше в жизни туда один не пойду Вон Алё, Миш Но я тебе что говорил? Он у меня дома Опять Всё молоко выпил И бомж его на балконе видел Дэн, ну ты чего? Кто там у тебя Молоко опять выпил? Может тебе лучше К психиатру сходить Провериться? Хи-хи-хи-хи-хи-хи Да я правду говорю Это хагиваги Ну ты что, мне не веришь что ли? Приходи ко мне, сам все увидишь. Да чтоб тебя трубку бросил гад. Ну почему мне никто не верит? Я верю. Передо мной стоял сотрудник полиции. Я так сильно заволновался в разговоре с Мишкой, что даже не заметил, как он подошел. А во что верите? В монстра, который, как ты утверждаешь, живет у тебя дома. А, да нет, там это, я просто... Вы что, все слышали? Слышал, и не только от тебя. От жильцов этого дома поступают различные страны и заявления. Пойдем, в общем, все расскажешь. Мы с сотрудником полиции пошли обратно ко мне в квартиру. Я был очень рад, что его встретил. Теперь не придется дома хотя бы одному находиться. Проходите, чувствуйте себя как дома. Полицейский сразу стал все осматривать. Я рассказал ему про все странности, которые в последнее время происходят у меня дома. И про разлитое и выпитое молоко. И про ученых, которые называли себя создателями игры. То есть они говорили, чтобы монстр обратно ушел к себе из нашего мира, нужно пройти игру? Да, это игра Poppy Playtime. Я ее себе на компьютер поставил, но ни разу даже в нее не заходил. Очень страшно. Ну так запускай, чего мы ждем? Нужно проверить, что к чему. Вы уверены, товарищ полицейский? Может не надо? По-моему, это не лучшая затея. Еще как надо. И давай, иди запускай игру. Я здесь, чтобы во всем разобраться. Некогда мне к вам еще по пять раз ездить. Эх, ну ладно. Я включил гомб, запустил Poppy Playtime. Вот, это и есть Хаги-Ваги. Огромный синий монстр. Это его голову бомж видел. Тут что-то написано на английском. Вы язык знаете? Не очень. В школе, конечно, изучал, но ничего не помню уже. Вот и я не очень. Ты бывший сотрудник корпорации. Ты наконец-таки вернулся на фабрику много лет спустя. Каждый здесь исчез. Ну круто. Мне бы так не очень английский понимать. Видео какое-то. И снова на английском. Здесь русского языка, походу, вообще нет. И пропустить главное никак нельзя. Короче, они делают какие-то умные куклы. Их зовут Паппи. Это самые первые умные куклы. Если хочешь узнать, как они производятся, приходи на фабрику. Так, все понятно. Я появился. Я хожу. Так, какие-то панельки. Игрушка лежит. Во, кодовая панель. Интерактировать на Е. Ясно, неправильно. Нужно найти цифровой пароль. Может он на полу? Нет, там четыре кнопки. А здесь только три. Ну хорошо, смотрим дальше. Найдем. По-любому найдем. Во, проход какой-то опять. Опа, я и прыгать умею. Хватит прыгать. Иди ищи, кот от двери. Да я ищу, ищу. Вот как раз кассета лежит. Оп, взяли. А где ее посмотреть? А, вон телек висит. Пипец. Опять начал на своем чего-то говорить. Товарищ полицейский, что он там несет? Короче, здесь предостережение. Здесь на фабрике тебе ничего не угрожает. Ага, чего-то слабо верится, что здесь мне ничего не угрожает. По-любому какой-нибудь монстр вылезет из-за угла. Динозавр какой-то нарисован. Ешь здоровую еду, как брон. Во, я тоже немного по-английски шарю. Так, дверь. Что происходит? Что здесь шумит? А, поезд. Хе-хе. Прикольный такой. Интересно, зачем он нужен? Игрушки висят. Одна упала. Какой-то конфеточный код. Ну окей. А почему поезд не выключили? А, ну понятно. Ну ясно же все. Товарищ полицейский. Что такое? Ты что понял? Смотрите на цвета вагонов. Зеленый, розовый, желтый, красный. Как раз четыре вагона. Понимаете? Не понимаю. Ну и что четыре вагона? И чего дальше? Да, уж все ясно с вами. Смотрите. Зеленый, розовый, желтый, красный. Вуаля. Круто. Нифига себе ты мозг. А то. Сколько игр за жизнь прошел. Геймер профессионал. Так, вторая кассета. Смотрим. Как обычно ничего не понимаем. Время поиграть. Хватающий какой-то рюкзак. Там тугие ленты в пушках. Нажимается триггер для того, чтобы схватить. И обратно, чтобы отхватить. Так, а как ее взять? Откройте, пожалуйста. Во, открылась. Так, все. Теперь я могу чего-то где-то хватать. Прикольная тема. Но почему-то только одна рука. На видео уже было две. Надо где-то вторую найти. Во, отпечаток в синей ладони. Как раз как у меня. Ого, а вот, кстати, и главный герой. Смотрите, это и есть Хаги. Пипец он огромный. Думаю, даже больше трех метров. Вы это слышали? Какая-то чертощина. Что здесь происходит? И как раз в то время, как я в игре дошел до Хаги. Пошли аккуратно посмотрим. Мы с полицейским стали краситься в сторону, откуда был звук. Старались не издавать ни единого шороха. Офигеть, молоко разлито. Этого здесь точно не было. Может ты налил? Да, конечно, нет. Я даже не доставал его из холодильника. И потом, вы же тоже звук слышали. Это еще кто? Ты кого-то ждешь? Да нет, вроде. Давайте посмотрим, кто там. Мы подошли к двери. Я посмотрел в глазок. Это врачи. Но я вам рассказывал про них. Они участвовали в разработке Хаги-Ваги. Открывай, что стоишь тогда? Ну как, он уже был здесь? Да, три дня не было, а сегодня появился дважды. Один раз утром выпил все молоко, а второй раз сейчас, когда мы дошли до Хаги в игре. Ты наконец-то решил сесть за игру? Это правильное решение. Да, это объясняет, почему Хаги опять активизировался и начал показываться людям. Подождите, то есть это как-то связано с игрой? Да, Хаги понравилось в реальной жизни, и он очень не хочет обратно в игру. Значит, нужно торопиться и быстрее пройти ее? Да, если он появится в игре, в реальной жизни его уже не будет. Мы все вместе быстро пошли к компьютеру. Я снова сел за игру. Я там тогда на выходе постою. Если вдруг придет монстр, я приму удар на себя. Да уж, учитывая, что в нем три метра роста, думаю, этот бой будет недолгим. На чем ты остановился? Да вот нашел супер-рюкзак, но у него только одна синяя рука, а мне еще красная теперь нужна. Она там сильно дальше, нужно искать. Вот видишь дверь? Чтобы ее открыть, нужен отпечаток сразу обоих рук. Так, это я понял уже. Осталось только найти ее. Вот сюда можно приложить синюю руку. Пипец, электричество включилось. И что? Что дальше делать? Куда бежать? Все двери закрыты. Ключ нужен. Посмотри, там наверху возле Хаги висит. Точно, спасибо. Вот, теперь можно пройти в желтую дверь. Блин, темно здесь капец. Музыка еще зловещая какая-то. Чего-то назревает как будто. Какая-то штука энергетическая. Ого, а это бесконечный трос походу. Допустим. Во, свет появился. Прикольно. Так, куда дальше идти? Свет везде есть? Так намного лучше. Не понял. А где Хаги? Он же тут стоял. Я дальше стал проходить игру. Другого выхода снова вернуться к спокойной жизни у меня все равно не было. Я играл еще 10 минут, 20 минут, 30 минут. Разработчики игры все тщательно контролировали и помогали мне. Но вскоре даже они стали уставать. Вы слышали? Что там? Неужели он? Да, похоже на Хаги. Давайте быстрее. Я подержу дверь. Загоняйте, вы в игру уже. Я как бешеный стал носиться по игре в поисках Хаги. Так, а это что за темный коридор? Куда это я поехал? Жесть как темно и страшно. А, это что на меня падает? А, пипец опять. А это сам завод получается. Здесь и собираются все игрушки. Так, а если опустить все рычаги? Один, второй, третий. Контейнер заработал. Ого, целая игрушка получается. Берем ее и бежим дальше. Где бы ее использовать? Во, самое место по ходу. Хаги, Хаги, он здесь. Все, ребят, он в игре. Я нашел его. Все, по двери больше никто не ломится. Да, Хаги не может быть в реальной жизни и в игре одновременно. Полицейский вышел в коридор. Мы тщательно осмотрели квартиру. Все чисто. Не следа от него. Спасибо вам большое, товарищ капитан. И вам спасибо. Может хотя бы сегодня мне не будут сниться кошмары ночью. Я проводил ребят и вернулся в свою комнату. Выключу комп от греха подальше. Не хватало еще, не дай бог, выпустить Хаги. Ох, устал пипец. Три дня жил в страхе. Надеюсь, больше это никогда не повторится. Утром я рано проснулся и сразу решил пойти на улицу. А то дома уже надоело сидеть. Каждый день одно и то же. Я обулся. Закрыл дверь. Поднялся на лифте на последний этаж. Вышел на балкон. Это хоть и не совсем улица, но воздух свежий. А на нем и думается лучше. Хотя, если сидеть на свежем воздухе, то еще лучше думаться будет. Я не поняла. А куда этот стул понес? Да я это, там дело одно есть. Интересно, и какое у тебя дело со стулом на улице? Слушай, Ирин, да там не то чтобы на улице, там в подъезде. Это, короче, нужен он мне. Все, пока. Я быстро схватил стул и выбежал из квартиры, пока сестра не успела опомниться. А то будет еще мне здесь стул не давать. Я уже взрослый. Что хочу, то и делаю. Через минуту я уже снова заходил на балкон. Поставил стул. Удобно уселся на него. Во, совсем другое дело. Теперь и подумать о жизни можно. Так, что мы имеем? От каникул уже целый месяц прошел. А я только играю, сижу целыми днями и гуляю. Ничего полезного для своего развития еще не сделал. Ни денег не заработал, ни накачался. Да даже нового ничего не придумал, чем потом в школе можно было бы хвастаться. Думая об этом, я услышал, как в моем кармане дозвонил телефон. Это был друг Мишка. Алло. Привет, Дэн. А ты где еще? Да я на последнем этаже на балконе сижу. О жизни думаю. О, круто. А спустись вниз. Я тебя тут на детской площадке жду. Да ну, Миш, мне не охота. Я тут сижу, воздухом свежим дышу. О важных вопросах размышляю. Так и я о том же, Дэн. У меня к тебе очень важное дело. Ты офигеешь. Все, жду. Пипец. Вот умеет он заинтриговать. Теперь стул домой заносить надо. А то, не дай бог, возьмет еще кто. Хотя, да кому он нужен-то? Да и я быстро сбегаю. Я быстро спустился на первый этаж. Вышел из дома. Дошел до детской площадки. Странно, мне кажется, или Мишки здесь нет. Я еще пару раз обошел площадку вокруг. Друга и правда здесь не было. Офигеть, только что же звонил. Может, случилось что? Я стал набирать Мишку. В ответ услышал только холодный женский голос. Аппарат абонента выключен. Или находится вне зоны действия сети. А вот это уже совсем не смешно. Куда он пропал-то? Надо на всякий случай окрестности проверить. Район у нас неспокойный. Мало ли что, я стал ходить по ближайшим улицам в поисках друга. Я ходил 5 минут. 10 минут. 15 минут. Мишки по-прежнему нигде не было и телефон был выключен. А может, он разрядился просто и Мишка решил домой вернуться? Точно! А я тут хожу, ищу его. Я пошел обратно на крышу. Настроение у меня стало еще хуже. Пипец, теперь еще друга потерял. Да чего за неудачник-то я такой? Но зайдя на балкон, я расстроился еще сильнее. Что? Мой стул? Где он? Кто его украл? Но не успел я совсем впасть в отчаяние и грусть, как сзади я услышал смех. Дэн, пранканул, пранканул! Миш, а ты где что делаешь? И почему у тебя телефон выключен? Стоп, это ты что ли мой стул взял? А это, ну я тебе же говорю. Друг стал рассказывать, что он решил стать пранкером. И теперь ходит, разводит всех вокруг. Ну вот, Дэн, без обид, это всего лишь пранк. Слушая рассказ Мишки, я задумался. А что, ведь реально я могу тоже крутым пранкером стать. А их в школе все пацаны уважают и девчонки любят. Может даже Машка Большие Глаза на меня внимание обратит? Ай, что такое больно, пипец. О, Дэн, что случилось-то? Ты чего, ты чего? Давай, 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 восстанавливайся, поднимайся. Ты что, можешь скорую вызвать, а? Хе-хе-хе-хе-хе. Это пранк, братан. Как я тебя повелся. Хе-хе-хе-хе. Вообще-то, Дэн, это не смешно совсем. Со здоровьем не жутят. Мы с Мишкой обсудили наши пранки. Решили днем пранковать поодиночке, а вечером вдвоем. А то вечером одному страшно. Можно так-то и по голове получить. Мы вышли из дома. Я попрощался с другом. Пошел дальше гулять по улице, присматривая, кого можно пранкануть. Первым мне на глаза попался бомж. Он сидел возле помойки и чем-то занимался. Я подошел ближе и понял, что он считает деньги. Здрасте, дядь бомж, как у вас дела? Эх, как дела, как дела? Не видишь, что ли? Хреново все. Копейки эти сижу, считаю. О, дядь бомж, это вы удачно попали. Я сегодня, представляете, выиграл в лотерею целую кучу денег. Могу и с вами поделиться. Ничего себе, пацан, это у меня сегодня и по гороскопу было, как будто мой день, да. И гороскоп вас не подводит. Держите. Я дал бомжу много денег. Он был в шоке от радости. Спасибо, пацан, это я век не забуду. Столько денег здесь. Теперь я зажиточный гражданин. Даже это, ходить по-другому буду. Хе-хе-хе-хе-хе. Как же рад бомж игр деньгам. Жалко, они не настоящие. Хе-хе-хе-хе. Эх, все поддал, чтобы посмотреть, как он их тратить будет. Это, ааа, здорово, Сева. Я слышал, ты себе тут это, часы новые купил. Ролексы называются. Ну да, взял. И что, могу себе позволить. А продай их мне. Цену хорошую дал. Че? Да ты знаешь, сколько они стоят. Да ты на них за всю жизнь не заработаешь. Чего? Вообще-то я великий бизнесмен. Меня еще, это, Игорь богатый называют. Хе-хе-хе. Просто я, это, не говорю никому. На вот, здесь на две пары твоих часов хватит. Хе-хе-хе. Слышь, грязный, ты че мне дал? Че мне делать с этой бумагой? Костер, что ли, разводить? Хе-хе-хе-хе. На. Ах ты, гад мелкий, обманул. Я тебе покажу. Так, бомжа развел, кого бы еще пранкануть? О, а чего вы думаете-то? Семь бед, один ответ. Сестра. Я дошел до магазина, купил бутылку колы без сахара. Диетическая кола гораздо лучше с содой реагирует. Хе-хе. Через пару минут я уже заходил домой. Сейчас главное, чтобы Ирина не увидела, что я здесь. Я потихоньку заглянул на кухню. Ага, посуду стоит, моет. Ну что, держись, сестренка. Самый крутой пранкер идет к тебе. Я осторожно подкрался к сестре, поставил между ее ног колу, аккуратно открыл крышку и насыпал соды. Ого, вот это фонтан. А как сестра подпрыгнула? Весело-то как. Ирина посмотрела на меня глазами полными злости. Кажется, пора бежать. Ну я тебе сейчас покажу. Соседка у нас ошел. А ну стой. Ты чего, Ирин? Это всего лишь пранк. Весело же. Весело? Ты мне одежду испортил, всю кухню залил. Продукты на свои припотратил. Кто это же выбирать теперь будет? Ой, Ирин, ты просто скучная. Совсем шуток не понимаешь. Ах так? Это я скучная? Все, достал. Денег тебя больше не могу. Уходи и возвращайся, пока не поугеешь. С этими словами сестра вытолкала меня за дверь. Офигеть. И чего это она так взбесилась? Сама шуток не понимает, а меня из дома выгнала. Я спустился вниз на лифте, вышел на улицу. Настроение мое заметно ухудшилось. И еще бы, я всего лишь пошутил и за это лишился дома. Где это видано? Размышляя об этом, я шел по двору. На спортивной площадке у дома я увидел двух гопников. Они чему-то очень радовались и смеялись. Веселятся стоят. Хоть у кого-то сегодня все хорошо. Не успел я пройти и двух шагов, как гопники меня заметили. Оф, слышь, пацан, а ну-ка подни сюда, дело есть? Ну пипец, с вами мне только сегодня разбираться не хватало. Я медленно подошел к гопникам. Слышь, малой, что случилось-то? Что такое грустное? Да меня сестра из дома выгнала. Вот и хожу, брожу, не знаю, что делать. Ты чего паришься? Жизни радоваться надо. Он как мы с Сявой ходить гулять. Веселиться. Это, слушай, отдай Сяве телефон позвонить. Я протянул гопнику свой телефон. Он стал куда-то звонить. Алло, полиция. У нас на территории возле дома заложена бомба. Срочно приезжайте. Гопники сильно засмеялись. Сява вернул мне телефон. Ребят, вы чего? Какая полиция? Какая бомба? Самый настоящий пацан. А что, ты испугался что ли? Я... Да нет, просто... Вы же с моего телефона звонили. Сейчас за мной полиция приедет. Гопники продолжали ржать надо мной. А мне было совсем не до смеха. Да ладно тебе, пацан. Ну что ты паришься-то? Ну пронгануй тебя, да и все. Ладно, давай, пока. Кипец. Что делать, что делать? Сейчас приедет полиция и заберет меня за ложный вызов. Нужно срочно избавиться от телефона и бежать как можно дальше. Эх, телефончик мой любимый. Ты так долго был со мной. Служил мне верой и правдой. Никогда меня не подводил. Но кажется, сейчас нам нужно расстаться. Я последний раз посмотрел на свой айфон. Почему-то обратил внимание на исходящие звонки. Не понял. Что? В исходящих вызовах не было звонка в полицию. Выходит, гопники просто так пошутили надо мной. Вот гады, кто же так шутит? Я чуть не умер от страха. Да у меня чуть сердце из груди не выскочило. Попасть в полицию мне совсем не хотелось. Эх, что за день. А как весело все начиналось. Я стал думать, что мне делать дальше. Домой нельзя. Сестра выгнала. Как же она была права. Не от всех шуток бывает весело.